Чистый, аккуратный, но пустый. Автобусы простаивают, а все потому, что нет водителей. Обладают подвижным составом, но на линии не могут выпустить. Так, например, сегодня из 16 автобусов 57-го городского маршрута людей доставляют лишь 10. Вот, например, на 57-й нам нужно было уехать. Мы очень долго, минут, наверное, 20 стояли. Напомним, часть маршрутов в краевой столице с так называемыми нерегулируемыми тарифами. Стоимость проезда в транспорте устанавливает сам перевозчик, и с начала года это 35 рублей. А вот регулируемые маршруты по-прежнему стоят также 30 рублей за поездку. Перевозчики объясняют, одна из вынужденных причин уравнять стоимость проезда с маршрутчиками – острый дефицит водителей. Это тоже обусловлено нехваткой водительского состава, к чему мы и ведем, чтобы при поднятии проезда, соответственно, мы можем где-то и приподнять заработную плату водителя. Некоторые перевозчики в нашем городе уже подняли тариф на проезд. Ну и, соответственно, мы тоже планируем это сделать и, соответственно, улучшить качество обслуживания. В свою очередь перевозчики отмечают, что за год выросли цены на запчасти, подорожали шины и топливо. Как итог, затраты на обслуживание транспорта и поддержание его в надлежащем состоянии значительно выросли. Увеличилась цена на горюче-смазанные, наночные материалы, на дизельное топливо. На дизельное топливо очень сильно цена возросла, порядка 20% в 2023 году. Запасные части тоже очень дорогие, 30%, а на некоторые позиции даже 35% повышение произошло. По словам самих перевозчиков, на сегодняшний день на линию не выходит примерно 30-40% подвижного состава. Поэтому нередко пассажирам приходится сталкиваться с долгим ожиданием транспорта. Мы решили спросить у барнаульцев, долго ли приходится ждать и готовы ли они платить больше ради своего комфорта и времени. Если действительно нормально ходить, будет транспорт, то да, возможно повышение. Но если он будет ходить исправно, то не жалко будет и заплатить. Я на это спокойно всегда реагирую, потому что если цены поднимутся, то хорошо. И еще тем более, что если они будут ходить прям как часы, то да, только за. Нормально. Ну, чтобы этот комфорт опадал, я садягиваю. При этом даже при повышении тарифа поездка по проездному билету все еще будет выгоднее для пассажиров. По нашим данным, стоимость проезда на регулируемых маршрутах может подняться в ближайшие месяцы. Перевозчики уже подали в мэрию соответствующие документы, которые рассмотрит городской совет по ценообразованию. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком.